Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну вот, сегодня ночью могли ли мы наблюдать все же это лунное забвение или природа диктует свои правила и все-таки не совсем получилось находиться? Ну да, но вообще-то ситуация такова, что облака, главным образом все-таки наблюдения ведутся в оптическом диапазоне. Ну и предыдущая ночь не было исключением, ну да, в большей части Латвии было облачно, хотя была некоторая зона около Венспилс, которая простиралась примерно до Лепа, где можно было видеть. Правда, я пока еще не видел таких, ну как бы, любительских отчетов в социальных сетях. Вы сказали, только один твит вы успели еще увидеть. Да, только один человек, который твиты делает о погодных условиях, писал, что была ясная ночь, холодная ночь, и он как бы заметил, что Луна немножко креснеет, но особо внимания не обратил. Но погода помешала. Да, ну бывает, ну конечно. Поэтому самые большие обсерватории мира находятся в таких местах, где... В горах. В горах, в пустынях, где очень редко бывают облака. Ну, следующее подобное явление мы сможем увидеть только через 6 лет. Почему подобные явления так редко нам природой даны? Ну, если точнее, то частное лунное затмение будет 2023 года, через 4 года. Но полное лунное затмение, да, через 6, 2025. Ну, в принципе, лунные затмения, они достаточно частые, потому что, если лунное затмение, это значит, что Луна заходит в тень Земли, это явление видно со всего того полушария, где в данный момент ночь. Так что, что это область с видимостью большая. Но все-таки один раз приходится, скажем, на Америку, другой раз на Европу, Азию. Как получится? И вот у нас получается, что нас ждет такой, ну, перерывчик несколько лет. А для астрономов насколько важно наблюдать, вот, предположим, затмение Луны, поскольку, ну, я понимаю, что для них, может быть, это явление абсолютно рядового уровня, или все-таки... Да. Это одно из красивых природных явлений, которые можно далеко наблюдать невооруженным глазом. А для чисто научных целей оно уже не так важно. Они уже достаточно исследованы. Но единственное, о чем можно говорить, это то, что немножко меняется цвет Луны именно во время полного затмения. Потому что этот цвет Луны зависит от того, насколько много пыли в атмосфере Земли. И иногда бывает после сильных вулканических извержений пыли больше, и тогда Луна становится особенно темной. Но это вот именно полное затмение. Не частичное, как это было вчера ночью. Насколько в Латвии есть возможности вот в таких больших обсерваториях наблюдать вот за астрономическими явлениями? Насколько вот это требует каких-то государственных, может быть, вложений в развитие этих обсерваторий? Ну да. У нас есть два таких больших астрономических центра, где проводятся наблюдения. Это Институт астрономии Латвийского университета, у которого есть и станция наблюдения за спутниками здесь же, в Риге, и большой телескоп Шмидтау Балдуана. И также есть Венспилский радиоастрономический центр международный, есть радиотелескоп, даже два, которые вот независимы от погодных условий. Они могут наблюдать и днем, и через облака. Но вот оптические телескопы, ну, конечно, посредние примерно 120-100-120 ночей в году есть возможность производить наблюдения, ну, по крайней мере, ну, пару часов или дольше. Конечно, условия не очень хорошие, но именно этот телескоп, который у нас есть, он хорош тем, что у него большое поле зрения, он может использоваться для таких обзоров неба. Как это делается, с его помощью открываются новые типы, такой особый тип углеродной звезды, новые звезды открываются, исследуются. Ну и, конечно, да, это финансируется и из государственных проектов научных. Вот насколько достаточно сегодня государство вкладывается в развитие астрономии в Латвии, и что вообще оно делает для развития этой сферы и исследований астрономических? Потому что я прочитал, вот буквально на днях, в Армении собираются восстанавливать их большой телескоп Герунии в обсерваторию, которая пережила Спитакское землетрясение, но не пережила то, что вот после развала СССР прекратилось финансирование, к сожалению, да. Да, Бираканская обсерватория. Ну, конечно, ситуация не идеальная, потому что все-таки астрономия, главным образом, ну, такая фундаментальная наука. Это пополняет наше представление Вселенной, и меньше можно найти такого чисто практического вклада, что вот в нашу каждодневную жизнь. Но это, главным образом, наверное, все-таки зависит от самих астрономов, от тех направлений исследования, которые, ну, были заложены в свое время. И вот это исследование, вот, скажем, таких звезд, которые находятся на стадии поздной, такой поздней стадии эволюции. Они интересны тем, что они очень разнообразны, и там не все до конца понятно. Вот когда я был мальчишкой, тогда еще только вот эта теория эволюции звезд развивалась. Теперь она, главным образом, завершена, но всегда есть некоторые, необходимо ставить некоторые точки над «и». Ну, а радиоастрономы там исследуют, в принципе, разные объекты. В том числе они нашли такое чисто практическое направление, скажем, слежение за космическим мусором. Метеорлические объекты, которые один радиотелескоп работает как передатчик, он посылает радиоволны космоса, они отражаются от спутников, и другие телескопы тогда наблюдают, измеряют скорость этих обломков, размеры, пытаются лучше понять, ну, что мы сами намусорили в ближнем космическом пространстве. Много ли мусора вообще? Ну, и да, конечно, там порядка 20 тысяч объектов больше 10 сантиметров, и, ну, огромное количество меньше, которое уже не можно засечь индивидуально. Потому что мы в фильме, вот фильм «Гравитация» Альфонса Куарона, там можно наблюдать о том, что эти объекты, которые попадают на орбиту, они, в принципе, создают угрозу и для, ну, вот космонавтов, которые находятся в космических каких-то станциях. Ну, конечно, там все было сильно преувеличено, но, в принципе, конечно, проблемы-то есть. И вот, скажем, идея в этом году сбила свой спутник с помощью ракеты, которая стартовала с Земли, показав таким образом, что они тоже это могут, не только Россия, США и Китай. Но все-таки этого сделать не следует, потому что эти обломки, хотя они быстро уже снижаются и сгоряют в атмосфере, но некоторая часть все-таки может подняться выше и мешать другим космическим объектам. Нужен Цукман такой космический, да? Цукман, который вот собирает эмоции. Да, пожалуй, пожалуй, да. Ну, вот вы сказали, что в фильме «Гравитация» много преувеличено, но вот как вы вообще оцениваете художественные фильмы о космосе? Смотрите? Да, конечно, вот, кстати, прекрасный фильм «Салют-7», я не помню точное название, но именно об этой космической... Виктор Савиных и Владимир Джанибеков, как говорится. Да, космической станции, на которой там была авария, надо было ее возобновить, ее работу, ну, действительно, очень нелегкая задача. То есть там все было, с вашей точки зрения, грамотно? Ну, показано достоверно, по крайней мере. Да, я читал, что там некоторые места, ну, тоже немножко чисто художеские, так, приукрашенные. Ну, да-да, насколько я все это понимаю, там было весьма достоверно все показано. Ну, и сам Виктор Савиных, который был гостем нашей программы, также отметил, что в целом он доволен этой картиной, этой работой. Вот вы сказали, что вы, когда вы были мальчишкой и начали говорить об этом, кто вас научил любить, смотреть в звездное небо? Ну, наверное, при этом виновата одна комета, комета Кахоутек в 1974 году. Ну, не знаю, как это получилось, но мама меня отвезла в Балдонскую обсерваторию посмотреть на эту комету телескоп, и вообще все это мне так понравилось. И я даже в своей записной книжке записал, что я хочу найти ответы на все вопросы о Вселенной. И начинал делать записи, но, конечно, все вопросы найти, ответы, то есть, найти не удалось. Но вот так все. И отец мне дал возможность использовать семейную подзорную трубу, на которой я наблюдал Луну, Юпитер. И так вот понеслось уже долгое время. Продолжаем. Вы всегда смотрели в звездное небо по вечерам. Да, в принципе, у меня было, с тех пор уже было все ясно, что буду астрономом. А сколько, в принципе, нужно учиться для того, чтобы стать астрономом? Есть ли какие-то программы, то есть, вот школьники, которые мечтают, ну, может быть, тоже о космосе? И нужно ли, ну, сколько астронов нужно Латвии? Ну, в принципе, как-то так, чисто естественно получается, что, ну, примерно один молодой человек в год выбирает это направление. Ну, бывает два, бывает не один, но вот примерно такое количество достаточно для того, чтобы пополнять ряды астрономов. Ну, самый такой стандартный путь – это идти учиться в Латвийский университет на физмат, и там выбрать отделение физики и специализироваться уже по астрономии. Ну, можно, конечно, и найти другие вузы за рубежом. Некоторые изучают в Энспилском высшей школе инженерные науки и компьютерные науки, тоже потом становятся людьми, ну, которые занимаются астрономией. У меня? Насколько сегодня популярна все-таки астрономия среди подрастающего поколения? Я думаю, что вообще-то очень популярна, и эта тема в социальных сетях очень хорошо, так как себя показывает, есть такой кружок для молодых людей, которые интересуются астрономией, для учеников младших классов. Есть такой молодежный клуб астрономии, есть несколько публичных обсердателей, которые хорошо посещаемы, так что интерес как таков есть. Но это такой интерес на чисто любительском уровне, скажем так, достаточно большой. У меня очень наивный вопрос. С одной стороны, вот вы говорите, что в латвийске существует несколько обсерваторий, две обсерватории в Латвии. Зачем, в принципе, нужно, не проще ли объединить усилия, потому что вот астрономы из разных стран наблюдают звездное небо, не проще ли создать на Земле, например, один, два, три крупных центра, объединив усилия ученых, чем пытаться в каждой стране решать эту проблему? Я вот, кстати, был в Чили и посетил Европейскую и Южную обсерваторию, две ее места наблюдений, где это, конечно, реализовано. И Европейская и Южная обсерватория – это консорция порядка 15 стран, которые финансируют все это дело и получают доступ к их же телескопам. Да, это, конечно, очень хороший вариант, но всех островового света, мира, ну, так невозможно объединить. Это будет уже слишком сложная инфраструктура, потому что отдельная обсерватория существует, у некоторых есть свои специфические цели, как вот здесь, в Риге, мы наблюдаем спутники, и эти наблюдения надо производить в разных местах земного шара, чтобы охватить полностью все спутники, которые находятся, ну, кружатся вокруг Земли. Что вы там увидели в Чили и зачем наблюдали? Да, ну, в Чили я вместе с группой других интересующихся, у нас было 8 человек, мы ездили посмотреть полное солнечное затмение, это было 2 июля. Ну, солнечное затмение, как и лунное затмение, бывает, ну, сравнительно часто, но все-таки солнечное затмение происходит на такой очень узкой полоске. И в данном случае эта узкая полоска пересекала Чили и Аргентину, мы выбрали Чили, и все удалось. Действительно, была ясная погода, изоблачное небо, потому что мы искали и нашли такое место, где самые благоприятные условия. И это было немножко больше двух минут полной фазы, которые люди думают, ну, что там полное затмение, но это стоит увидеть. Потому что в течение двух минут наступает ночь, можно видеть яркие звезды, и само солнце становится очень странным. Луна ее закрывает, она, видно, как черный диск вокруг нее сияет, прекрасный, буквально прекрасный, это солнечная корона. Но это такой незабываемый вид, хотя мы там не производим каких-нибудь научных исследований, но делаем фотографии, видео и просто смотрим на эту красоту. Ну, это трудно передать. Сначала вот все это, свет становится странным, потому что солнце светит на небе, он как достаточно большая лампа, а когда Луна начинает ее закрывать, она становится точечным. Как бы сверхяркая звезда, то точечная, но она освещает, становится все таким сумрачным, очень странный свет, и тогда солнце погасает. И тогда видна вот эта корона. И этих двух или трех минут всегда мало, потому что смотришь, смотришь, пытаясь запомнить. И это заканчивается, и все, представление закончено, и все, уже хочется следующее. А в Чили, я насколько понимаю, это высокогорная обсерватория, которая позволяет видеть, поскольку там, я даже читал, что там она настолько находится высоко в горах, что практически вот слой уже разряженной атмосферы, и ничего не мешает наблюдать за ней. Да, ну, это действительно так, и там два фактора. Значит, эти обсерватории находятся в Атакамской пустыне, где очень мало осадков, очень мало влажность в воздухе, это тоже важно, прозрачность хорошая. И я там тоже в пустыне фотографировал, звездное небо прекрасно, и снимки получились. И, конечно, в горах, ну, даже не очень высоко, 2400-2600 метров, но это уже достаточно, чтобы плотная часть атмосферы осталась внизу, и звезды были видны очень хорошо. Вот я читал книгу одного из астрономов, который как раз-таки работает вот в Чили, и у него была очень интересная мысль. Он говорит о том, что вообще-то Коперник не прав. Его идея, он пытается находить планетные системы у удаленных звездных объектов, и вот он говорит о том, что, в принципе, Коперник внушил нам, что да, вот бесчисленное количество звезд, бесчисленное количество планет, но, он говорит, до сих пор я не нашел планеты, подобные Земле. Вот именно настолько бы она была удалена от звезды такой же массы, чтобы вот появилась жизнь. То есть это или огромные гиганты, или очень маленькие объекты. Говорит, что все-таки вот ощущение такое, что мы уникальны во Вселенной. Вы с ним согласны или нет? Ну, все-таки я с ним не согласен, потому что, думаю, вопрос буквально в ближайших лет, когда действительно, ну, такой близнец Земли будет найден. Есть даже такой специальный индекс похожести, там, если единица, то вот будет найдена Земля номер два. Но пока там индексы порядка 0,8-0,9 такие планеты найдены. Но планеты найдены вот совсем недавно было объявлено, вот больше уже число перевалило 4 тысячи планет, найдены вокруг других звезд. Похожих на, ну, вот... Нет, вообще, и того, и того, да. И среди них, ну, скажем, пару сотен, которые находятся в так называемой зоне обитаемости, где может, в принципе, быть жидкая вода. Хотя не обязательно там есть. И тогда среди них есть некоторые, ну, порядка десяток планет, где уже температура бывает в таких пределах, которые и нам бы понравились. И вот еще необходимо найти такую планету, где действительно есть эта жидкая вода, и которая по параметрам, размерам, массе, периода вращения вокруг звезды действительно очень близка к Земле. Как вы думаете, как вы считаете, сможет ли человечество когда-нибудь все же по-настоящему выйти в космос, или это всего лишь такая вот красивая мечта, я, конечно, говорю, ну, о такой вот, может быть, постоянной жизни вне Земли? Да. Ну, в принципе, к сожалению, космос очень-очень такая, как бы, чужая среда для человека из-за своего безвоздушного пространства, из-за высоких или низких температур и разных излучений, ну, которые вредны человеку. А перелететь это трудно. Ну, вот, мы делаем перелеты в Солнечной системе, это уже, как бы, рутина, но полет к другим звездам, звездам, это все еще мечта. Да. И вот, по-моему, Юрий Милнер, или как называют этого российского миллиардера, который участвует в проекте такой Старшот Брейктру, идея такая, чтобы запустить к Альфа Центавра небольшие автоматические зонды, буквально такие пластиночки несколько сантиметров размером, которые будут разгоняться от Земли, используя луч лазера, и которые, ну, будут, как бы, первыми вестниками Земли, вот у другой звезды, их полет может длиться порядка сорока лет. Это только ближайшая звезда, это только маленькая пластинка, как, ну, как человек туда полететь. Я говорю так, что, в принципе, нужна новая физика, нужен новый Эйнштейн, который, может быть, как, откроет какие-то еще неизвестные свойства пространства и времени, которые позволят, ну, сократить это расстояние. Ну, та же мечта фантастов о гиперпространстве, потому что, ну, обычными темпами, ну, освоение ближайших звезд, это будут тысячи лет. Потому что 50 лет вот прошло с момента высадки Аполлона-11 на Луне, и я понимаю, что очень многие настроены скептично именно потому, что не могут поверить. Ну, как, вот 50 лет назад мы это смогли, почему сейчас это вот кажется такой проблемой, и человечество не сдвинулось дальше вот все 50 лет, как будто бы буксует на месте? В некотором смысле, да. Ну, конечно, есть вот эти памятные даты. Вот вчера все в мире, так сказать, радовались, что 50-летие именно с запуска этого космического корабля, и через пару дней уже будет этот исторический момент, когда пройдет 50 лет с того момента, как люди ступили на Луну. Ну, как бы эта цель была достигнута, она была частично политической, и не было такого чисто, ну, применения, чтобы именно люди там находились, роботы тоже многое могут сделать. А следующая цель, конечно, Марс. Вот я сегодня ехал сюда и думал о том, что вот все обещают, обещают, мы собираемся на Красную планету, но это обещание я слышу уже давно, и все время эти даты отодвигаются, и в наше время космические программы делаются, ну, очень постепенно. Да, в то время это было большое политическое давление, с того момента, когда Кеннеди объявил, что полетим на Луну, по-моему, было в 1962 году, прошло 7 лет. В наше время не получается так быстро, потому что тоже условия безопасности жестче, не хотят терять людей, в то время, может быть, допускали такую возможность, поэтому все происходит медленнее. Ну, вот в НАСА заявили как раз о возможности пилотируемого полета на Марс в 2033 году, если я не ошибаюсь, планирую. Это реально это? Ну, вот, некоторое время назад реальной цифрой назывался 2025 год, который уже близко, а теперь уже додвинули 10 лет дальше. Да, это реально, вполне, потому что это большой новый космический корабль и ракета «Орион» строятся, медленнее, чем предполагалось, но строятся, ну, будут они, конечно, и если финансирование будет, то эта программа реальна. Но риск для людей, говорят же, что как раз-таки во время полета люди будут подвергаться вот рентгеновскому облучению в открытом космосе, и это вот может создать большие, ну, проблемы для здоровья космонавтов. Это может создаться проблема. Надо понять, что они также будут находиться в пространстве, как и находясь на орбите вокруг Земли. В принципе, тут ничего не меняется и при полете на Марс. Но вот если, находясь на орбите Земли, они могут спрятаться внутри станции, или если ожидается очень сильный какой-то всплеск на Солнце, могут эвакуироваться на Землю, то при полете на Марс такой возможности не будет. Ну, это, ну, скажем, вероятность есть, но небольшая, к счастью. Так что рискнуть можно. Стоит. Ну, 50 лет назад Нила Амстрон сказал, произнес эту историческую фразу «маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вот этот гигантский скачок все-таки можно будет повторить, на ваш взгляд, вот в таком масштабе? Да, я все-таки думаю, что Марс достаточно такая интересная цель, в таком смысле, для всех людей. И когда, ну, появятся реальные возможности совершить это, думаю, что интересы и поддержка в обществе будут огромными. Но это билет в один конец. Ну, опять-таки, ну, там не видно никаких особенных таких больших выгод. Нет, нет, все-таки была эта идея «билет в один конец», но это была такая больше авантюристическая идея, там, в принципе, ничего не получилось. Но все-таки нужно думать о том, чтобы лететь обратно. Хотя была серия вот на National Geographic фильмов про Марс, вот такая псевдодокументальная, что люди создают базу и там живут уже по несколько лет. Ну, и, конечно, некоторые возвращаются. Ну, да, но все же теория этого лунного заговора, о чем мы говорили, она продолжает существовать. Как вы относитесь к этим конспирологическим теориям? И как часто вам приходится, как астроному, сталкиваться с заблуждением? Ну, и опровергать его. Ну, да, у меня тут длительная полемика с приверженцами плоской земли, да, которые мне присылают новое видео, говорят, ну, тут же непривержимые доказательства. Я им говорю, ну, вот езжайте на Рижское взморье, вот посмотрите, там одна такая постройка есть на самом берегу в Дзинтере, посмотрите на нее, потом поезжайте в Слоку, посмотрите на нее в бинокль. Видно, что часть ее уже закрыта вот этой выпуклостью земли. Это им неинтересно. Ну, ладно. Пусть будет плоская земля. Вот насчет лунного заговора. Вот я обычно отвечаю так, что в то время Советский Союз делал конкуривающую программу, тоже пытались создать ракету для полета на Луну. Они очень подробно следили за тем, что делают американцы. Я думаю, что если бы американцы, ну, это были, все это инсценировали, российская сторона бы знала и не применула бы об этом оповестить. Я думаю, это и абсолютно естественно. Американцы были на Луне. Были. Хотя бы вот из-за такого аргумента можно. Вот вы говорили о том, что астрономия такая непрактичная наука. Между тем, стало известно вот буквально на днях о том, что, по-моему, все-таки это НАСА собирается разрабатывать, отправить к астероиду психея, астероиду главного пояса, где подозревают, что большие запасы золота, платины, и оценивают драгоценные металлы, этого золотого, как его называют, астероида, 700 квинтиллионов долларов. Ну, вот я не знаю, насколько реально, реально ли может быть, вот, например, добыча драгоценных металлов на другом, ну, космическом объекте и доставка их на Землю. Ну, вот, да. Казалось и нереальным. Там разные вещи в свое время, как существование Америки и огромных вот запасов разных специй, которые из этого континента потом привозили, и других полезных вещей. Это что-то из этого рода. Потому что пока это, конечно, нерентабельно. Но есть несколько частных компаний в мире, и некоторые из наших астрономов тоже немножко участвуют в их активностях, которые все-таки сначала надеются запустить небольшие роботические зонды для исследования поверхности к астероиду, чтобы поточнее узнать, есть ли там такой точной информации о количестве золота, я бы сказал, это очень такая даже оценка на любом астероиде или других металлов. Но, может быть, это такая, если это частная инициатива, она может развиваться достаточно быстро. Может быть, даже через 10 лет уже будут привозить первые образцы от астероидов, и, может быть, через 50 лет это уже будет реальная профессия добытчика руды, металла на астероидах. Ну, какая сегодня самая актуальная задача стоит перед астрономами? Где? Перед астрономами в сфере. Да, даже... Чем сегодня занимаются астрономы всего мира? Да, нет, ну, исследования очень разные, но, скажем, такое действительно большое достижение было это создание этого первого изображения прямой, ну, черной дыры, такой прямой близости. Но исследования очень разные, даже трудно сказать, что более важно. Ну, я бы сказал, что все-таки то, что связано с, ну, вообще с началом Вселенной, как все-таки произошел этот большой взрыв, и также вот исследования этой темной материи, темной энергии, которые, ну, пока еще даже недостаточно подтверждено, и их существование, и им нужны экспериментальные доказательства, и тогда уже теории смогут, может быть, нам предсказать, ну, что ждет Вселенную в будущем. Это всегда такой вопрос, на который хочется знать ответ. А Вселенной вообще нужно, чтобы ее познавали? Такой философский вопрос. Да, это, конечно, философский вопрос, но мне очень нравится Стивен Хокинг, как говорила, что мы способны познать Вселенную, и это действительно трудно понять, что природа устроена так, что мы это можем сделать. И вот это очень хорошо. Темная материя. Сейчас, по-моему, тоже одна из последних новостей. Астрономы якобы сказали, что нашли галактику, в которой нет темной материи, то есть взвесив ее массу, взвесив, ну, вот обнаружили, что вроде бы равняется вес ее объектов, весу самой галактики, не галактики, а... Да, я думаю, галактики. Да, это галактики. Вот насколько возможно, что темная материя, она существует или нет? То есть вот насколько ставят сейчас под сомнение вот эти их выводы? Да. Нет, ну, то, что там должно что-то вообще-то быть, это ясно из многих наблюдений. Но, скажем так, если это частицы, которые еще пока неизвестны, они не обнаружены в лаборатории. В таком смысле нет прямого подтверждения. А то, что могут быть вот галактики без материи, и много, и, скажем так, разное количество темной материи в ней, это, ну, сказывалось теоретически, и вот теперь экспериментально подтверждается. Именно поэтому неясно, сколько такой темной материи в нашей галактике. В принципе, она есть, но, может быть, она находится во внешней части галактики, а мы находимся посерединке, и в Солнечной системе, может быть, этой материи очень мало, ее трудно обнаружить. Ну, много неясного. А что вот это такое все-таки темная материя? Да. Ну, в любом случае, это что-то, что имеет массу, и, значит, имеет силу гравитации именно по силе притяжения, и вычисляется ее присутствие. Но никаким другим образом она себя не проявляет. Это возможные частицы, такие слабо взаимодействующие частицы. Есть некоторые кандидаты в мире элементарных частиц, но они пока не открыты ни на никаких приборах, в том числе в большом адронном ускорителе в Швейцарии. Пока еще ничего такого не открыто. Да, я напоминаю, что вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Ну, вот вы сказали о том, что молодым людям, тем, кто интересуется астрономией, они могут поступать в Латвийский университет. Что касается литературы, ну, не знаю, могли ли вы, может, порекомендовать что-то вот почитать тем людям? С чего начать, если ты хочешь, и тебе это интересно? В наше время настолько много научно-популярной литературы, в том числе и астрономии, что даже тут на что-то порекомендовать. Я, конечно, могу сказать, чтобы почитали мою книгу, но она на латышском языке называется «Вселенная-путеводитель». Именно так он сделан, как путеводитель по разным космическим объектам. Ну, я думаю, что в наше время молодое поколение выбирает YouTube, и там есть очень много хороших, коротких видео, именно о разных вопросах. Там даже трудно именно что посоветовать. Есть хорошие, для детей хорошие энциклопедии, на латышском, на русском языках, которые стоят, если, ну, это, скажем, ученик третьего, четвертого, пятого класса, стоит такую приобрести. Ну, вот как раз, что касается YouTube, там ведь можно наткнуться как и на достоверную информацию, так и не очень. Насколько здесь важно критическое мышление и возможность как-то оперировать? Да, ну, тут, наверное, некоторая помощь родителей, может быть, понадобится. Я в данный момент не буду вспомнить, был такой очень хороший. По-моему, это Veritasium, такой очень хороший был ресурс, который можно использовать. Да. Ну, ладно, есть еще 12 лекций моих на YouTube, каждая длинная продолжительность часа, где тоже можно, ну, на латышском языке, где тоже я рассказываю о разных вещах. Ну, я думаю, каждый найдет по своему вкусу. Дорого ли стоит оборудование, ну, вот для того, чтобы приобрести ребенку какие-то необходимые, условно говоря, телескоп, и как его, где его можно приобрести? Да, вот я, когда я был учеником-то, конечно, ситуация была труднее, выбора особо не было. К счастью, потом появился один такой телескоп советского производства, который я приобрел. В наше время ситуация намного лучше. И цены тоже, ну, не очень высокие. Скажем, уже за примерно 70 евро можно приобрести самый небольшой телескоп, но который будет давать увеличение порядка 50 раз, с помощью которого можно наблюдать. планеты, конечно, Луну, двойные звезды, яркие туманности, яркие галактики, это для такого первоначала очень даже хорошие, хорошие инструменты. То есть, доступные сейчас. Доступные, да, ну, хотя, может быть, качество не самое высокое, но цена тоже не высокая. Но, может быть, тогда, если уже молодой человек решит, что это его астрономия, звезды, то уже следующий шаг может быть, будет порядка, ну, 300 евро, или даже 450 евро, за которые можно купить уже компьютером управляемый телескоп, который позволяет находить на небе уже несколько сотен объектов, не только, но пара десятков, которые можно хорошо увидеть в невооруженном глазу. Если родители уверены, что ребенок интересуется этим, стоит подумать. Что он физико, не лирик, тогда, может быть, стоит направить его. Да, да, ну, кстати, вот свидетели плоской земли и к нам тут же сразу же постучались, я тут вижу, да. Ватсапе пишут. Ватсапе нам задавали вопросы, ну, какие доказательства, что Земля круглая, но я думаю, что это очень большой и долгий вопрос. Скажите, вот недавно тоже отмечалась дата падения Тунгусского метеорита, я знаю, что вот в одной из прошлых наших бесед, когда вы приходили на радиоболтком, вы говорили о том, что в 2030 году есть вероятность 1 к 300, то есть это достаточно высокая вероятность столкновения Земли с астероидом, не поменялось ли что-нибудь за время каких-то в нашей прошлой беседе выводя в расчетах. Да, ну вот это типичная ситуация, что со временем обычно меняется в ту сторону, что исключается эта вероятность падения, и в этом случае это именно также так, астероид Апофиц в 2029 году, и он прилетит, это уже точно, он прилетит мимо Земли, но его можно, да, 13 апреля вечером, если будет ясная погода, его можно будет наблюдать, как звездочку средней яркости, которая будет, ну, в течение пары часов двигаться по небу. Именно у нашей стороне с темного шара можно будет его увидеть. Так что, и потом еще через 7 лет он приезжает, раз приближается, но тоже прилетает мимо, так что в данный момент ну, нет таких объектов, которые, ну, какой-то хоть сколько высокой вероятностью, ну, грозили бы бы упасть на нашу планету. Хотя, всегда может оказаться, ну, такой небольшой объект размером несколько десятков метров. Тут было такое наблюдение в декабре прошлого года, когда над Норвегией такое прилетало, был зафиксирован, и еще совсем недавно было... в луну врезался в январе. Да, во время лунного затмения, да, Ну, такое происходит, но это действительно небольшие объекты. Ну, кстати, о феномене кровавой луны хотел вас еще спросить, в чем уникальность этого феномена? Уникальность тем, что придумали красивое название. И все. И все, потому что луна во время полного затмения всегда бывает такой темно-красный, кирпично-красный, пепельно-красный, вот эти разные оттенки зависит от именно количества пыли в земной атмосфере. Но она такой была всегда, ну, это как-то в прошлом году, как-то вот это особенно прозвучало в масс-медиа. Особенно ярко. Да. Так что ничего такого. Ну, вот не менее, наверное, прекрасное тоже астрономическое явление, это звездный дождь, который мы также могли видеть, наблюдать в Латвии, кажется, в прошлом году, это явление, да? Вот что это за явление? Да. Ну, это опять-таки, наверное, если нет затмений, то это уже следующее по значимости астрономическое явление, которое можно наблюдать каждый год. Это каждый год около 19-го, 13-го августа. Это, ну, падающие звезды, ну, по-научному это метеоры, которые небольшие космические частицы, которые вырезаются в атмосферу Земли и сгорают на высоте порядка 100, ну, скажем, 100 километров. И получается аж так, что Земля идет по орбите вокруг Солнца и каждый год встречается вот опять-таки с этими пилевыми частицами, которые оставила одна старая комета. И это полностью прогнозируемо, это будет в этом году и в августе обязательно найдется какая-нибудь достаточно ясная ночь, не только 12-13 числа, но и несколько дней до и после того это можно наблюдать. Ну, сколько? Если находиться где-нибудь, где достаточно темно, вне города, то порядка 50 штук в час можно насчитать. Это даже невооруженным получается глазом? именно невооруженным глазом, потому что телескоп нельзя успеть ее навести на нее, это видно секунду или доли секунды. Это мгновение такое. Да. Нужно лежать на открытом пространстве, смотреть наверх и просто ждать, радоваться. Да, но вот интересно, что мы можем по-настоящему, как мне кажется, наслаждаться звездным небом только за городом, а вот в городе как? Да, конечно. И в этом смысле Латвия чисто астрономически еще не очень загрязнена светом. Есть такая мировая карта светового загрязнения, где, ну скажем, почти все побережье Европы, ну практически уже невозможно видеть звезды ночью. Побережье Америки, Японии, Азии, побережье все такие, где большие города. Это такая мировая проблема. Ну ладно, частично решается, что телескопы посылают в космос или вот находят все-таки еще Атакамскую пустыню и другие, где-то достаточно темно. Но да, за городом лишний путь уже не виден в Риге, скажем. Вот я именно одной из причин, по которым я переселился в Юрбулу, было именно из-за вот этого невозможности увидеть звездное небо. Ну что же, на самом деле нам нужно заканчивать. Огромное спасибо исследователю Института астрономии Латвийского университета, доктор педагогических наук. Илганис Вилкс сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам большое. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok